Здравствуйте! Меня зовут Марина Михайловская. И я хочу сегодня рассказать свою историю про счастливую черепашку. Но, наверное, прежде всего, предыстория небольшая о том человеке с большой душой, с чистым сердцем, с ясными глазами, о моей подруге, близкой подруге, которую зовут Лейла Ахмедосман. Она вдохновитель, она творец, она художник, она поэт. Но в душе, потому что поэт я. Я стараюсь поспеть, конечно, ее творчество, ее благие намерения, ее добро, ее счастье и любовь, которую она несет людям благодаря своей волшебной черепахе. И у меня, конечно, есть история об этом. Я работаю в одной очень большой крупной компании. Мы занимаемся промышленным оборудованием. И однажды нас поставили в очень жесткие условия, меня. Мне нужно было организовать очень-очень большой, серьезный семинар, конференцию в Узбекистане. Сроки нереальные. Это невозможные сроки, потому что нужно было собрать все заводы, спиртзаводы, винзаводы по всему Казахстану. И, наверное, мы всегда уповаем на Господа Бога, на высшие силы. Но в этот момент, и я всегда с ней нахожусь, с черепахой, я обратилась именно к ней. За поддержкой, за помощью, это была искренняя, искренняя просьба. Но помоги, помоги, потому что это нереально. Как собрать людей? Как провести этот семинар, эту конференцию? И вот я иду по коридорам холдинга, и мне встречается девушка. Нас представили, она очень значимая фигура. И буквально за считанный день по списку были приглашены все заводы, все предприятия. Было невероятное количество людей. Огромный зал холдинга, все нам предоставили, телевидение. Вот прошло настолько все безупречно и великолепно. И когда мы сидели за одним столом, когда выступали наши спикеры, я случайно обратила взгляд на ее колье. И у нее была черепаха. И у меня в этот момент была черепаха, когда на важные переговоры, сделки, я всегда ее вот так вот держала в руках. И вот это невероятно. Конечно, она не была лейлой черепахой, где было 15 и так, и так, и так, и вот так. И она не была сделана по традициям лошу, по дизайну лейлы, но это была черепаха с точками. И я тогда говорю ей, а долл, а черепаха? Что черепаха? Как черепаха? То есть это невероятная история, которая имеет реальную историю в жизни, которая мне действительно помогла, когда все это произошло. И благодаря этой черепахе мы познакомились с ней, мы стали очень дружны, мы работаем, мы сотрудничаем, мы общаемся. И для меня это большой толчок, большой рывок в моем творчестве. Опубликована книга. Я член Евразийской творческой гильдии города Лондон. В мае 17-го года была издана моя книжка в Великобритании, Хартфурджер Пресс. И там стихотворение, которое посвящено черепахе, посвящено лейле, на которое замечательные художники, Мадина Мусина и Андрей Ивченко, сделали картины, которые участвовали в выставке, которая была посвящена миру во всем мире. И стихотворение «Лети, девочка, лети», и «Черепаха», они будут путешествовать так же, как Лейла, по миру, нести добро, счастье, любовь. Любите и будьте любимы. Верьте, что чудеса в нашей жизни есть. А такие, вот я ищу свою страницу, а такие черепахи, пусть они будут вам на радость, на счастье. И мир в каждый дом, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok